Вес, давай садись, уже съемки начались. Можно я ложу, буду? Нет. Садись нормально, сейчас буду поправлять тут все. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня мы будем с вами тестить морепродукты из Ашан, с вот такой вот меточкой, каждый день. И сегодня со мной мой брат, Виталик, сокращенно вес, я уже говорила, это еще с детства у нас, да, пошло. И Настюля, моя племяха. Помаши всем, скажи. Привет, привет. Сегодня, кто привет сказал? Привет, привет. Сегодня мы узнаем не только мнение мое, женское, мы еще узнаем мужское мнение по поводу каждого дня и всех этих морепродуктов, но еще и детское мнение, а дети, как вы знаете, никогда не обманывают, правда? Значит, смотри, первое, с чего я начну, я не буду открывать ее, это мы потом уже съедим, это форель каждый день, это самая лучшая рыба, которую либо я брала, ни с одной другой фирмой не сравнится, потому что соль, жир, короче, соли в меру, жира нет. Я этого не люблю. Чем более, да? Все, мы с папой сидим. Перевернишь? С маслом. Ешь? Ну, ты как-то не грешь. Короче, косточек минимум, жира минимум, и соли вообще замечательно. Короче, я всем рекомендую, кто не брал форель или семгу, но лучше форель. Первое, я смотрю, Виталик уже открывает. Смотрите, это, да, ты можешь понравиться? Креветки маленькие, имитация. Я когда увидела, думаю, нихрена себе креветки сложили здесь, как хочу попробовать. Потом смотрю, имитация. Но я думаю, что это, ну, это не каждый день, кстати, извините, да, это просто я хочу, то, что в Ашане продается, попробовать с вами. Короче, на, открывай. Для салата, там, соусы всякие. Я думаю, что это типа крабовых палочек. Я люблю крабовые палочки. Ты любишь крабовые палочки? Кстати, крабовые палочки вот такие я беру. Открывается все просто. Я люблю крабовые палочки. Ножницы не нужно, можно так есть. Давай, Настя, будешь? Подожди, давай ребенку не будем первое давать. Давай сначала сами пробуем. Ну, это, блин, крабовое конкретно. Ну, да, чисто. Ван, дай попробовать. Кусай. Нормально, я жюю, жюю. Ой. Кабовые палочки любишь? Короче, крабовые палочки в форме вот таких креветок. Можно добавлять в салат на дне рождения, очень красиво. Спали ручку свою. Ребенку понравилось. На крабовые палочки, на салат, я беру вот такое мясо крабовое, я люблю. Оно мне больше нравится, чем вот эти даже с видом крабовых палочек. Ну, а теперь давайте начнем. Смотрите, с самого интересного. Я взяла миди в рассоле каждый день. Я взяла кальмары. Они вообще в майонезе или непонятно в чем. В майонезе, да, написано. Осьминоги в рассоле. Что, боишься? Смотри, какие, да? Дай. Била? Да. Настоящий осьминог. И креветки, которые я люблю, но мы попробуем. С чего начнем, Витя? Еще селедка есть. Будем есть осьминоги. С осьминога, с осьминога. Начинаем с осьминога. Я не люблю осьминогов есть. Сейчас попробуешь. Ты пробовала? Нет. Мне интересно, на самом деле, осьминогов я очень люблю. Они реально очень вкусные, но не везде, к сожалению. Клей у них могут хорошо приготовить. Они бывают очень жесткие и резиновые. Прямо глазами. Смотрите, какая. А мне можно подержать осьминога? Смотрите, осьминога. С головой. Только не это, держи крепко его, а то он выскочит из рук у тебя. Пробуем? Нет, я не люблю осьминогов. Не будешь пробовать? Как тебе? Ну так, никак. Он не настоящий? Не особо вкуса, да, Маша? Он настоящий? Он жуется. Он не тянется. Вкусно. Нет. Ребенок даже не хочет пробовать. Он настоящий? Я равнодушен сразу говорить всем морским вещам. Так что? А осьминоги настоящие? Настоящие. Были. Лава Левачу. Море. Море. Слушайте, мне нравится. Во-первых, они не сильно соленые, маринад не сильно приторный, как недавно я грибочки пробовала. По-моему, очень даже вкусные. И главное, что оно жуется нормально, не тянется как жвачка, там как резинка. С чем это можно? Да с чем угодно, с той же картошечкой. Так, давайте дальше. Мидии у нас тут, да? Да. Давай, открываем мидии и креветки. А кальмар в майонезе мы потом попробуем. С кальмаром тоже такая же история, что его тоже нужно уметь приготовить. Вот мидии и креветки, мне кажется, ну просто они должны быть хорошими. Теперь ложку у тебя есть. А мне ложку. А ты будешь? Ты будешь есть? Да. Пробую. Будешь? Мидии. 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 Да, мама, у меня волокна. Вкусно? Это моя такая. О, равнодушные. Равнодушные люди заценили мидии. Не, она меня подсадила не так давно просто. В росочки. Готовили дома. Что это? Что мы там делаем? Что это? Рисов. Рисов. Что это? Это мидия. Не, не можешь. Да ты тут ничего такого с мидией не будешь. Слушай, ну а тебе тоже можно как-то придумать, что-то приготовить. Посоветуйте, что можно приготовить вот вообще с рассольными такими. Мне только в голову приходит картошечку сварить и вот выложить это рядышком. Потом уже и с рисом поесть, и режем макароны. Но больше их не надо же, да, варить там и жарить. Ничего не надо. Так, ну что, мидии нам понравились, у них насыщенный вкус, классный. Давай креветки. Креветки вот эти салатные маленькие, говорят, самые вкусные вообще. Запоминайте. Ну, видишь, запоминайте. Я, кстати, для салата набрала всего. Слушай, так это же салат можно бросать еще. Офигенно. Можно, кстати, да, разнообразно. Короче, для меня самое главное, чтобы креветочки были упругие. Ну да, я люблю упругие креветки. Вот они. Интересно, в фокусе это или нет, не знаю. Ну, короче, пробуем. А свиноги вообще не пробуем. А ты не пробовал? Да. Ну что? Мидии вкуснее. Слушайте, по мне так зачет вообще. Полный. Нафига вообще покупать креветки, их реально чистить. Вытащил из рассола, залил их водой горячей, все. Они дорогие? Это вообще... А, кстати, блин, вот ты по деньгам. Сами они, сами есть. Вообще где-то есть. Ой, блин, креветки огонь. Внимание, ребенок пробует. Ну что? Там олег? Больше еще? Нет. Это вот так детей проверять. Ну что, кальмар поехал. Так, смотрите, кальмарчик у нас белый в майонезе. Ну сейчас самое главное, чтобы он вот тоже опять, как и... В случае с этими... Осьминогами главное, чтобы он оживался. Кальмарчик. Нехороший соус, прикольный. Майонез вроде может быть. На, кусай маленькую. Ну как? Еще будешь? Она пробует все один раз. Я теперь буду все это брать. Набирай свою ложечку. Еще раз попробую. Давай. Заляпал всех. Дай что салфетчик влажного настоя. Вау! Блин, так вкусно, мне жрать захотелось. Смотри, сколько еды. Я еще хлеб, главное. Что касается селедки. Мы попробуем ее? Давай попробуем. Я помню, что я ее брала. По-моему, она вкусная каждый день. Но я вот, честно, не помню. И чтобы не брать вам, надо ее попробовать. Для меня селедка, пока вес тут заляпал все, всех кальмарами, майонезом вытирается. Короче, для меня главное селедка в пиле кусочки в масле, да? Чтобы она не была сильно соленой и чтобы не было в ней много костей. Еще бывает маринад добавляют, но здесь маринада вроде нет. Вроде она просто в масле соленая. Да лучше, давай. Давай, откроем. Уже ее наоборот. Да, весь у нас профессионал открывает уже. Да, я думаю. Еще я в Ашане взяла майонез, вот такой слабода. Но это не каждый день. Слабода самый лучший вообще майонез. Самый кайфовый состав. Сидим аккуратненько, Мана. Так, давай. На воде все. Масло. Уже все влезли в рассоли, в масло. Держи, на, сейчас на кусочек хлебушка мы положим по этой вот самой... Селезочке. Селезочке, забыла слово, название. У нас помощник хороший есть, знаешь. Давай там. И попробуем именно на соль и на вот это все делать. На косточке. На соль. На соль, на косточке. Тоже хочешь, да? Давай, снималочки. Кусай. Да что это такое? Мне не понравилось. Не понравилось, значит надо рыбу на полоски дать. Селезочка вкусная. Да, селезка хорошая. Костей нет вообще. Для меня можно было бы сделать чуть меньше соли, но в принципе, если не соленую картошку брать, то нормально. Костей нету, да. Тебе зачет, да, Вес? Нормально? Вообще, вообще зачет. Ну, в принципе, вот и все, попробовали. Самое главное, это было морепродукты попробовать, потому что, честно говоря, я вот их таких еще не брала. Вообще в рассоле не брала. А рыбу-то не попробовали? Креветки? Рыбу? Рыбу я уже пробовала, я уже... Ну, я кайфанул от мидии и от этих. Мидии и кальмары, да? Кальмары очень всего, да. А мне понравились больше всего кальмары и креветки, так как я их очень сильно люблю. Что еще хорошо в мидиях, то что обычно внутри, ты же знаешь, Вес, бывает там... Да, мусор. Мусор какой-то. Здесь нету, да? Вот я сколько попробовала? Сколько я попробовала? Одну? Песочек на зубах не скрипит, да? Я их прям вот наготовили, я выковыривал каждую вот эту вот там, какая-то волосня там у них. Короче, одобряемся, обязательно попробуйте. О, блин, я влезла в масло, твою мать! Все вкусно, будем сейчас это есть дальше. Да, сейчас будем есть дальше. Ну что, мои хорошие, мы рады были снять для вас видео. Детям очень интересно поиграться вот с делами, если что. Можно как игрушку использовать. Ладно, мы с вами прощаемся. Ставьте лайк обязательно нашему видео. Надеюсь, мы были вам полезны. Осьминозик, осьминозик, осьминозик. Пока-пока. Пока-пока. Настя, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok